В этом ролике мы будем строить два проекта. Это Амазинг РП и Родина РП. На Амазинге я играю уже на протяжении 5 лет. На Родине я играл раньше, но уже не играю более 1 года. На проекте Родина РП я проиграл 2 года. Я знаю, что это за проект. Я даже зашел недавно туда, освежил память. В этом ролике у нас будет самое объективное сравнение. Мы сравним систему, которая есть на Амазинге и которая есть на проекте Родина РП. Там есть похожие работы, подработки там и так далее. Поэтому я думаю видосик реально получится довольно-таки интересный. Ну а я играю на проекте Амазинг Холиплей. Это второй сервачок. Все полезные ссылки будут в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите. Также у меня появился новый промокод, который даст вам автомобиль. Поэтому можете вводить, качать уровень. Вы получите 450 тысяч. И после активации промокода через 3 часа вы получите автомобиль. Поэтому берите, пользуйтесь. Его можно вводить на любом сервере. Первое, что бы я хотел сравнить, это конечно же регистрация. На Амазинге регистрация довольно-таки интересная. Вы заходите, вводите там ник, пароль и так далее. И вас обучают. Вам показывают и рассказывают, что нужно делать. Рассказывают правила проекта там и так далее. Ну и в итоге вы спавнитесь на вокзале Батырева. После чего вам дается подсказка, вам дается маркер, что вам нужно подойти, поговорить с квестовым персонажем. Это нужно для того, чтобы вы как бы прошли эти квесты и заработали очень классные плюшки. А именно, деньги, можете заработать получается донат, спецочки, опытом и так далее. Но на родине не все так конечно красочно и красиво. Да, конечно регистрация у них такая неплохая. Все хорошо подобрано, сделано. Но я заметил то, что у них нету квестов. Да, у них есть один квест, который вам доступен, когда вы регистрируетесь. Вы просто подходите там к персонажу, берете у него квест, вам просто нужно поехать и просто зарегистрироваться. То есть сделать себе паспорт. После чего вам просто нужно вернуться обратно. И вы за это получаете 10 тысяч рублей. Я свой балл отдаю Амазинг РП, потому что у них как-то это все сделано более грамотно. У них очень классный квест. Они довольно-таки интересные. И на них реально можно неплохо прокачать свой аккаунт. Следующее, что я предлагаю оставлять, это подработки. На Амазинге карьер выглядит очень круто. Он такой масштабный, весь проработанный, там много маппинга, там и так далее. И там есть два вида работы. Вы можете работать на кирке, и когда вы прокачаете уровень, вы можете работать на камазе. То есть возить, получается, все эти камни и зарабатывать очень неплохие деньги. Да и в целом там все выглядит намного красивее, намного проработаннее, чем на проекте Родина РП. На Родине вы просто приезжаете, спускаетесь вниз, там стоит персонаж, вы у него покупаете кирку и как бы работаете. Но там очень большая конкуренция, и поработать нормально у вас не получится. Да и сама вот эта вся работа выглядит максимально ущербно, я считаю. То есть для 2022 года она выглядит очень устаревшей. Я считаю то, что на Амазинге эта работа намного лучше проработана. Там есть два вида работы, и вы реально сможете всегда прийти и поработать. Поэтому я свой балл хочу отдать, получается, проекту Амазин Холли Плей. Следующая работа, которую я хотел бы сравнить, это, получается, завод. Получается, вы приходите, устраиваетесь на работу, берете четыре предмета, которые вам нужны для изготовления. И изготовляете, получается, всякие предметы. Но самое интересное, это процесс. Вы просто берете там, перетягиваете, собираете как бы с одной картинки другую, и это реально круто. То есть вы просто мышкой перетягиваете, и в этом, в принципе, ничего такого сложного нет. Но зато это интересно. Ну, а на родине я зашел и просто охредел. Просто завод реально самповский какой-то. Ну, реально очень устаревший завод. Какие-то мыльные текстуры. И сама работа, сам процесс очень простой. Просто кладите мышку, и все. Да, возможно, в плане легкости работы это классно. Но в плане реализации, работа максимально просто ущербно выглядит. Сам интерьер довольно-таки старый. Поэтому свой балл я даю проекту Амазин Хори Плей. Теперь предлагаю сравнить нормальные работы, которые есть на обоих проектах. Это, получается, дальнобойщики и рыбалка. Начнем с дальнобойщиков. На Амазинке самая крутая система дальнобойщиков, которая есть в КРМП. Я думаю, никто с этим не поспорит. Реально. На Амазин Кроли Плей самая крутая и интересная система дальнобойщиков. И она реально кайфовая. То есть, лучше просто нереально сделать. И поэтому, в любом случае, Амазин Хори Плей, конечно же, лучше. Потому что там можно работать и на личной фуре, можно работать в компании, и можно работать на аренде. И у вас доступно множество просто рейсов. На Амазин Хори Плей вы можете вкачать максимальный скилл и зарабатывать час по 700-800 тысяч. Понимаете? Также, у вас есть возможность создать свою транспортную компанию, дальнобойщиков, принимать в компании людей, копить награды, покупать фуры там и так далее. Эта работа очень плохо реализована. Она реализована как разводчик топлива, просто понимаете? Вы просто приезжаете на завод, берете машину, цепляете прицеп, заезжаете, получается, на загрузку топлива и везете топливо на одну из заправок. И поэтому толком поработать там, по сути, не получится. Да и там, в принципе, неинтересно. Там однотипные фуры, они очень медленные. Если все заправки будут забиты, вы не сможете поработать и привезти туда топливо. Поэтому, в этом плане, конечно же, Амазинг забирает бал. Теперь предлагаю перейти к рыбалке. На Амазинг РП эта работа очень пользуется спросом. То есть, там много так рыбаков. Реально, они сидят на причалах, они рыбачат на своих лодках. На Амазинге сама рыбалка очень хорошо реализована. Если вкачать максимальный скилл рыбака, вы будете в час зарабатывать от миллиона рублей. Вот, допустим, на родину РП. Там просто ты приходишь, покупаешь удочку и просто ее закидываешь. Тебе даже не нужно ничего делать, за тебя система сама ловит рыбу. Но, как вы понимаете, это неинтересно. Я пришел, когда был хороший онлайн, и там не было никого, понимаете? А Амазинг по рыбалке тоже получает бал. Следующий пункт это машины и покупка транспорта. И в основном там все машины есть в наличии. Редко бывает то, что нету тач какой-то в наличии. Но такие моменты бывают. Но, как я и сказал, просто покупаете блоквипку за 170 рублей. Либо можете просто кого-то попросить, чтобы он вам купил автомобиль с автосалона и продал. Но на родине система, я считаю, на самом деле очень плохая. Потому что я побегал по всем автосалонам, и там просто нет машин в наличии. Нормальных машин. Я знаю то, что там производят, получается, завозы машин. Там раз в месяц, может быть, раз в два месяца. Ну, допустим, какой-то новичок пришел, он себе хочет купить машину. Допустим, он не знает, какие машины есть на проекте. Он приходит в автосалоны, а там просто нету ничего. Понимаете, у игроков нету даже возможности просто посмотреть, какие автомобили есть на проекте. На Амазинге вы можете реально прийти в автосалон, арендовать любой автомобиль, полностью его затестировать, поставить на него тюнинг, и потом уже решать, покупать вам его или нет. Поэтому однозначно балл по машинам, по автосалонам, забирает себе проект Амазинг Холлиплей. Следующее, что я хотел бы сравнить, это, получается, тюнинг автомобилей. Как это реализовано на проекте Амазинг Холлиплей? Есть, получается, 4 СТО. Вы приезжаете в одно из этих СТО, и вы можете там много всего сделать с вашим автомобилем. Вы можете его перекрасить, поменять диски, поменять цвет фар, можете его занизить, сделать развалы там и так далее. То есть на Амазинге реально очень хороший функционал. Также вы можете поставить винилы там и так далее. Но, в принципе, на родине тоже с тюнинга все хорошо. Там тоже можно поставить себе диски, там туда-сюда занижение. Но что мне понравилось больше, чем на Амазинге, это то, что там очень большое количество винилов, И вы можете его поставить на любой автомобиль Также мне понравилось то, что там можно тонировать передние и задние фары Я считаю то, что балл получают оба проекта То есть ямазинг там хороший тюнинг И на родине тоже хороший тюнинг Поэтому каждый проект получает по баллу Следующее, что бы я хотел обсудить Это получается инвентарь Да, на мазинг я считаю очень плохая система инвентаря Потому что вы не можете никому ничего не передать И так далее Даже не можете передать аптечку То есть функционал там максимально просто плохой Очень не хватает нормального инвентаря Чтобы у него был большой функционал Чтобы вы могли передать аптечки, допустим, своему другу Маску там и так далее Функционал инвентаря на родине очень классный Я считаю то, что он реально самый лучший Ну ладно, один из самых лучших Но реально там очень большие возможности Система инвентаря все-таки на родине лучшая Поэтому родина получает балл Следующее, что я хотел бы сравнить, это графика Я считаю то, что на мазинге довольно-таки хорошая графика Она реально классно выглядит На родине графика Ну она как бы есть Но она не так заметна, как на мазинге На мазинге есть множество функций Вы можете там выбрать под себя Настроить полностью графику Вы можете себе ультру сделать Можете как бы послабее там и так далее На родине такой возможности нету Я считаю то, что по графике Балл забирает проект Амазин Холиплей Теперь я предлагаю поговорить про экономику На этих проектах Что на мазинге, что на родине Я считаю то, что на мазинге Экономика приближена больше к реальности Давайте допустим сравним с домами На мазинге обычный дом Самый простой Можно купить за 3 миллиона рублей В то время, когда на родине Обычный дом Самый убогий Самый простой Можно купить от 30 миллионов минимум Понимаете? Это реально очень жестко Я помню, когда я играл еще год назад Я хотел себе приобрести дом У меня было 17 миллионов Я не мог себе ничего найти Я не мог себе ничего купить На Амазинг РП с этим намного проще Вы реально можете спокойно себе приобрести дом Дома на Рублевке стоят Там по 50-60 миллионов В то время, когда на родине Дома там стоят 200, 300, 500 миллионов Понимаете? Я, конечно же, понимаю То, что там разный заработок Там разные зарплаты Но я считаю, что на родине Экономика просто убитая Потому что там космические цены Я считаю, что на родине Экономика реально плохая И на Амазинге она будет получше И поинтереснее Она больше приближена к реальности Даже, допустим, на том же Амазинге Вы можете просто зайти Пройти квесты за один день Вы можете пройти 2 квестных персонажа Вкачать себе 10 уровень И просто у вас уже будет 1 миллион, это минимум Вы сможете себе купить уже Неплохую машину Какую-то средненькую Уже в европейском автослоне Не Ладу, понимаете? Не Жигуля Вы сможете себе реально купить Уже какую-то иномарку Также вы сможете купить себе Квартиру и одежду Я считаю, что на Амазинге Все-таки экономика будет получше Теперь поговорим, я думаю, про самое важное Что, в принципе, любят И ценят все Эта атмосфера Я считаю, что на Амазинге Очень хорошая атмосфера Там как бы много людей Много дальнобойщиков Много рыбаков Ты реально едешь, все чем-то занимаются Кто-то стоит, общается Там и так далее На родине я такого, в принципе, не видел Как бы Я там отыграл 2 года Ну, не знаю Мне там не особо нравилось Именно по атмосфере В целом проект неплохой Конечно, но Амазинг будет получше И по атмосфере Амазинг тоже лучше Все-таки КРМП, пацаны, есть КРМП А как вы понимаете Родина это проект от Аризоны Аризона это сам И они все системы С Аризоны перекидывают на родину Но КРМП должно быть КРМП Я считаю то, что Родина это все-таки Больше самповский проект Чем КРМП А Амазинг это чисто КРМП проект Который давно уже существует Давно себя зарекомендовал И там реально классная атмосфера Классные системы Часто выходят обновления А вот Родина Да, у них там тоже Выходят обновления Я этого, в принципе, не отрицаю Но это все-таки Больше сам проект И там все по-другому Там больше все Подогнано под самп Под самп игроков Ну что в итоге у нас получается Да, по баллам В принципе Я думаю, очевидно Выиграл проект Амазинг Ролеплей У него получилось Больше положительных баллов Поэтому В данном сравнении Амазинг Одержал победу Многие скажут То, что вот Типа ты снимаешь На проекте Амазинг И поэтому Ты так сильно Засрал Родину Сравнение было Объективное Понимаете Я сравнил именно Системы Которые есть И на одном И на другом проекте Я сравнил Одинаковые работы Одинаковые Системы И так далее То есть Это реально было Объективное сравнение Вы, конечно же Можете со мной Не согласиться Потому что Сколько людей И столько мнений Но я постарался Вам объяснить Показать Максимально объективно Поэтому Возможно Кому-то понравилось Возможно Кому-то не понравилось Ну а я вам напоминаю То, что я играю на проекте Амазинг Холиплей Второй сервачок Все полезные ссылки Будут в описании Под видео Поэтому заходите Смотрите И начинайте играть Вместе со мной Всем большое спасибо За просмотр И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok